Десногорск О войне, подвиге и героях Второклассники погрузились в историю Великой Отечественной войны За 7 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 671 сообщение Управление по делам ГО и ЧАЭС отчиталось о происшествиях за неделю В отношении подозреваемого отделом дознаний возбуждено уголовное дело По признакам преступления предусмотренного статьей Уголовного кодекса Российской Федерации кража В починке с банковской карты украдены денежные средства Война – это плохо, мир – это хорошо Что такое хорошо и что такое плохо – урок патриотического воспитания в детском саду «Ласточка» Прямо сейчас об этих и других новостях подробнее Ежегодно ко дню освобождения Смоленщины в Десногорске проходит масса патриотических мероприятий Все они направлены на сохранение истории и памяти для будущих поколений Историко-краеведческий музей города – это кладезь важных экспонатов и знаний Отражающих события Второй мировой войны 26 сентября сотрудники музея провели для маленьких десногорцев Небольшой урок «Знаменосец Победы» Подробности в нашем сюжете Как и все советские люди, смоляне грудью встали на защиту своего отечества Тысячи наших земляков в первые дни войны добровольцами ушли на фронт Или присоединились к партизанскому движению Среди них герой Советского Союза Михаил Егоров Фотографии его подвига, а именно он со своим боевым товарищем Мелитоном Кантария Водрузил советское знамя над Рейхстагом, облетели весь мир Каждый советский школьник, особенно если он жил и учился на Смоленщине Знал эту историю наизусть Однако времена изменились И теперь уже не так часто можно встретить ребенка, которому имя Егорова хорошо известно Сотрудники историко-краеведческого музея Десногорска Не только по крупицам собирают историю Они считают своим долгом рассказывать о ней юному поколению Для учеников третьей школы они подготовили презентацию о жизни и подвиге смоленского героя Рассказали о страшных годах оккупации региона И показали фильм воспоминания участника штурма Рейхстага Ветерана Великой Отечественной войны Николая Беляева Затем ребят пригласили в музей поискового движения Где их провели по залам исторической славы Красной Армии Малыши узнали, какую форму носили красноармейцы И чем она отличалась от немецкой Познакомились с обмундированием и вооружением времен Великой Отечественной войны Своими глазами увидели письма, личные вещи, ордена и нагрудные знаки Прикоснулись к истории своих предков Все ребята пришли к единому мнению Что знать о таких героях, как Михаил Егоров, нужно обязательно Дети, если бы о нем не знали, то тогда это было бы как-то неправильно Он же наш герой, он спас Россию Если бы он нас не спас, то нас бы вообще и не было И фашисты бы захватили весь Маленск, Москву и Россию бы захватили Очень важно, что они защитили тогда родину И мы благодаря им сейчас живем Педагоги уверены, что подобные мероприятия Несомненно приносят пользу и развивают патриотизм в детях Несмотря на то, что это дети нового поколения И они совсем маленькие, все-таки это второй класс Я надеюсь, что из полученной информации они сделают свои выводы Запомнят нужную информацию И они будут чтить героев нашей страны Школьники с большим интересом слушали и впитывали историю своей страны И родного края, все больше погружаясь в те далекие и страшные времена В этот день каждый из них осознал, насколько важно помнить прошлое Чтобы не повторить его в будущем Светлана Разганова, Юлия Соболева, Десна ТВ В 2019 году россиян ожидает повышения цен на одежду и обувь на 5-20% Главные факторы, влияющие на подорожание, ослабление рубля И грядущее повышение НДС с 18 до 20% Отмечается, что цены на указанные товары обычно растут с определенной отсрочкой Так как это не товары первой необходимости В случае увеличения расходов на базовые продукты Люди начинают экономить на гардеробе Поэтому бренды откладывают повышение цен на одежду Тем не менее, запас прочности у компании не безграничен Поэтому в 2019 году цены в рознице могут подняться О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю Нам рассказал начальник управления ГОЧС по Десногорску Андрей Воронцов На прошлой неделе на территории муниципального образования Спасатели поисково-спасательного отряда Управления по делам ГОЧС города Десногорска Привлекались для проведения работ По вскрытию дверей два раза По оказанию помощи скорой два раза За семь дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 Поступило 671 сообщение Из них 248 ложных Поступило просьба от населения 6 Из них отработано 5 Переадресовано 1 Житель починка украл 11 тысяч рублей С банковской карты при помощи мобильного телефона Детали произошедшего смотрите в нашем сюжете Жертвой мошенника стала 70-летняя местная жительница В ходе беседы с потерпевшей Стражи порядка установили, что накануне Она распивала спиртные напитки в компании молодых людей После застолья женщина увидела, что у нее пропал мобильный телефон А проверив банковский счет, обнаружила пропажу денег После чего обратилась за помощью в полицию Сыщики выяснили, что краже причастен ранее судимый 20-летний житель починка Которого задержали по месту жительства В ходе допроса злоумышленник признался всадеянным Пояснив стражам порядка, что воспользовался моментом, когда женщина уснула Похитил средства связи и перевел через мобильное приложение деньги на свой счет Который впоследствии обналичил и потратил на свое усмотрение В отношении подозреваемого отделом дознания возбуждено уголовное дело По признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Российской Федерации, кража Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Минтруд планирует отказаться от термина «инвалиды» и заменить его другим Данное слово хотят заменить термином, в полной мере отражающим правозащитную модель госполитики В отношении людей с ограниченными возможностями Этот вопрос рассмотрит и общественная организация инвалидов Ранее от этого слова Россия рекомендовала отказаться Комитет Организации Объединенных Наций по правам людей с инвалидностью Среди предложений в настоящее время есть термин «люди со специальными потребностями» За самоотверженный труд и преданность своему делу 30 смолян отмечены государственными наградами Медали, ордена, почетные знаки, грамоты и благодарности президента Владимира Путина за достижения в разных сферах жизни им вручил глава региона Среди награжденных представители промышленности, работники сферы культуры, представители общественных организаций, учителя и военные Особые слова уважения губернатор посвятил герою Советского Союза Вадиму Матросову 25 сентября день освобождения Смоленщины Один из главных праздников нашей области, всеми любимый, трагичный и скорбный Об этом не знают не только взрослые, но уже и дошкалята Накануне в детском саду «Ласточка» прошла праздничная программа, посвященная дню освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков Концерт организовали педагоги детского сада совместно с воспитанниками подготовительных групп Цель праздника – сформировать у детей знания о Великой Отечественной войне, воспитать в малышах чувство гордости за свою страну Для своих родителей, мальчишки и девчонки пели о празднике Победы, о мире, о солдатах, танцевали, читали стихи о войне Ребятам очень понравилось выступать Мне понравилось, потому что тут были красивые танцы и песни Мне понравилось, как мы танцевали танец «Граница» И мне понравилось, как мы пели песню о мире Память павших воинов, гости праздника и малыши почтили минутой молчания Музыкальный педагог детского сада «Ласточка» Елена Забабурина рассказала о том, почему необходимо знакомить малышей с такими событиями истории уже с раннего возраста Это мероприятие прививает детям любовь к своему родному краю, к своей родине Ну и самое главное, наверное, чтобы помнили наши дети о том, что война – это плохо, мир – это хорошо День освобождения Смоленщины – символ гордости за тех, кто отстоял свободу и независимость нашего региона Символ решимости, воли русского народа 25 сентября 1943 года – все дальше и дальше от нас эта дата Но мы помним, какой ценой досталась нашим дедам и прадедам эта великая победа Алина Сазонтова, Григорий Шилин, Светлана Разганова, Десна ТВ Роспотребнадзор в преддверии эпидемического сезона запустил горячую линию в России по профилактике гриппа и ОРВИ Об этом сообщает пресс-служба ведомства Отмечается, что с 1 по 15 октября специалисты управления Роспотребнадзора в российских регионах по телефонам горячей линии в специальных пунктах будут консультировать население по различным вопросам, касающиеся профилактики гриппа Сотрудники ведомства расскажут жителям, где можно сделать прививку, как правильно к ней подготовиться Кроме того, специалисты будут консультировать родителей, как уберечь детей от простудных заболеваний Они озвучат правила использования масок, а также другие меры профилактики инфекционных заболеваний А теперь коротко о погоде 28 сентября в Десногорске будет малооблачно, возможен дождь Днем плюс 15, ночью плюс 11 На сегодня это все новости, все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefistv.ru С вами был Виталий Волков, увидимся Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»